Здарова, народ! Давно не выкладывал видео, но это были причины моей жизни, снова кардинальные изменения после той огромной, важной, скажем так, и эпической поездки в Европу, которая началась с Норвегии. Как вы знаете, Норвегия не выходит в Евросоюз, но да-да, мы не знали, и является самой дорогой страной Европы. У меня за спиной тоже чумолния, у меня за спиной ковры тоже, чемодан. Дикие люди, лезешь бы куда-либо лезть. Вообще никак никому, никогда в жизни не рекомендую ехать туда без денег и наобум. Ну да, интересно. Так, как это сделали мы? В итоге мы пробыли там всего лишь два дня, и то вынуждено. В первый же день мы добрались до города Ларбек, с которого намеревались сесть на паром и отправиться в Данию. Но вот незадача, нам не хватило денег для парома. Пройдя по городу, предпринимая разные интересные попытки с целью раздобыть денег, мы общались с многими людьми, большинство из которых были поляками. Привет, барати поляки, вы везде по Европе, вы молодцы. И также очень приятно, что поляки отзывчивы, и когда слышишь, что ты приехал с Польши, они тебе помогают. Поэтому теперь мы понимаем, почему украинцев больше так много, и почему поляки к ним относятся очень лояльно и довольно-таки... Реально довольно-таки тепло, друзья, по сравнению с другими странами. Ну, нам нужно идти по улице, наверное, все-таки. А если внутри, да? Нет. Зачем себе усложнять задачи? Как нет? Вон, не мочи ушло. Да ну не мочи, там до херена идти. Так что вот, в тот день мы прыгали по камням, общались с рыбаком. Мы можем раз за поворот зайти, потом посмотреть, а как мы оттуда выберемся обратно. Он был поляком, и всех я спрашивал, есть ли возможность трудоустроиться в Норвегии, или там найти временное жилье, но все, как один, мне сказали, что в этом городе ты ненадёшь, тебе холод стал дешёвым, ну там был отель какой-то супердорогой, а работы вообще подавно ненадёшь. И тем более, во всей Норвегии, если ты не легал. Кайф, да? Как будто я спал всю ночь, и всё в порядке. Энергии прибавляется откуда-то. Ты просто приехал вот так посмотреть, поглазеть, ты не устроишься так свободно взлёту. Да, природа сама наполняет. Своей красотой, силой. Ну это просто нереально. Короче, мы крутые, мы оставили свои чемоданы на Димку, а теперь возвращаться далеко. Для работы в Норвегии нужны документы, какие я уже не стал уточнять, и кому интересно, тот сам разберётся. Но всё должно быть легально, то есть всё должно быть в пробовом поле. Ну вот, мы по этим горам можем пройти. Не, не, идём обратно. Ну нам надо туда попасть. Ну вот, смотри, мы сюда. А, всё правильно, мы сейчас сюда и выходим. И мимо машин обходим. Вообще в Норвегии, на удивление, мало людей. Города фактически пустые, но очень шикарные. Ну я расскажу про этот город, он маленький, портовый, но тем не менее, там грузовые. Красиво они там живут, ребят. Давай, я знаю, может быть, я не знаю. А такого количества тесл на дорогах я нигде не встречал. То есть там у людей по умолчанию есть деньги. Привет, миссер! shifting So hear Где вы? Поуланде? Нет, мы из Полниени. Данья. Вы из Полнии? Из Украины. И последние 6 месяцев мы в Полнии. Ну, о чем тебе? Вы уже speculation боитесь? Да. Почему только из Абстокорской? Ахахаа! аааааа! хахахахахахахахахахаха Можешь попрощить? Может... Может, может, rozumите. А говорить так, ты тоже... А сколько стоит? Ну... По-залегно. По-залегно. Долго в 1000 КОРОН за двое сомат. 300 КОРОН. 1000? За двое сомат? И самот. Ааа... ну... Не могу.... Но всегда так, что они будут в дороге. Если купишь там с возвращением, то здесь так. Окей, у меня такие вопросы, можно ли вам помочь с братом здесь? Да, с братом, 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 с братом. Как вы понимаете, в тот день у нас не получилось попасть на этот парон, потом мы ухищрялись как могли, мы даже хотели продать этот велосипед, который мы оттаскали румынам. В итоге румыны отморозились, спрятались от нас, хотя я их уговорил полчаса. Мы проявляли все чудеса находчивости и креативности, практиковал язык английский кругомок, даже очень долго и настойчиво уговаривал норвежцев обменять мне 5 евро, которые у нас были в команде у Димона. Нет, они не идут на такие авантюры, ребята. Как вы понимаете, были выходные, все наглухо закрыто, никакие обменники, никакие банки. Это в Украине, например, рай, ты можешь любое время купить все что угодно и в принципе нарешать все что угодно. В там же нет, такого нет. Даже по сравнению с Польшей там все намного сложнее. Я из Киева, большинство из Беларуси. Вам знакомы украинцы? А дзубай? Большинство украинцев. Большинство украинцев. Продолжение следует...